С 1 февраля соцсети суточной аудитории свыше 500 тысяч человек будут обязаны выявлять и удалять запрещенный контент. Речь идет о постах, содержащих мат, порнографические материалы, призывы к несанкционированным митингам и другое. Санкции для авторов постов с нецензурной лексикой пока не предусмотрено. По мнению журналиста Владислава Фельдмана, этот закон является следствием неумения власти работать с молодежью и непонимания принципов работы интернета. Это не прямая какая-то цензура, не запрет высказывать свое мнение, но это попытка ограничить людей в возможности говорить так, как им удобно. Можно настроить выдачу таким образом, что комментарии с матом просто не будут показываться и все это их никогда не увидишь. Это целесообразно, потому что в интернете очень много детей. Недопустимо, чтобы в сетях вот этот мат был. Это какая-то распущенность. Это глупо. Почему люди не могут выражать свои мысли так, как они хотят? Я матом не ругаюсь, я на мате разговариваю. Все равно будет где-нибудь в каких-то соцсетях будет мелькать мат. Каждый человек должен выражаться литературным языком. Контролировать использование мата в социальных сетях решили казаки. Оренбургское казачье общество выделит 10 совершеннолетних дружинников для просмотра сайтов ВКонтакте и Одноклассники. По их мнению, именно эти площадки популярны среди молодежи. Казаки будут жаловаться администраторам сообществ с требованием удалить пост или комментарий. Отметим, что руководитель кибердружины «Медиащит» Андрей Замятин отказался от комментариев. Большой компьютерный класс, в котором люди, эти ряженые казаки с нагайками будут сидеть и читать комменты и что будет дальше. Не знаю. На мой взгляд, это абсолютно бредовая, абсурдная идея. На 100% не будет работать. Многие в социальных сетях высказывались против поправок к законопроекту. По мнению политолога Булата Калмонтаева, сейчас люди матерятся гораздо чаще, чем до 90-х годов. Однако закон, запрещающий использовать нецензурную лексику, не нужен. Закон неработающий. Всех, кто, извините меня, выражается нецензурно в соцсетях, всех не выловишь. Контингент в соцсетях – это молодая наша поросль. Если она так выражается, значит и наше будущее такое. Как отметила доцент УГУ Наталья Дмитриева, ни в одном словаре мат не исследуется. Нецензурной лексикой является все то, что нарушает этические нормы и направлено на оскорбление или унижение. На словаре арогатизма любое практически слово, если его наделить определенной интенцией, то есть если я его употребляю в контексте оскорбительной, с желанием унизить, уничижить кого-то, оно получается становится нецензурным. Проблемы в определении, что будет считаться нецензурным, что не будет, они будут. И, наверное, впереди у филологов на разработку определенного словаря. По мнению журналиста Владислава Фельдмана, этот закон не будет работать. Однако несколько человек все-таки показательно накажут за использование мата в соцсетях. Отметим, что один из инициаторов поправок Сергей Боярский заявил, что новые правила не будут использоваться для репрессий. Также он отметил, что авторы законопроекта лишь призывают отказаться от мата, но принимать решение должен каждый человек самостоятельно.